приехала машинка к нам слегка поцарапанная с просьбой что-нибудь сделать насколько это возможно чудес конечно не бывает вот эти вещи уже не уберешь минимизировать постараться сделать это возможно вот они царапушек куча сейчас я попытаюсь снять без а без вспышки ничего не видно надо подсвечивать вот такая вот ситуация подсвечиваешь фонариком видно а так объектив не хочет брать царапушки довольно приличные некоторых местах очень глубокие посмотрим что можно из этого получить на выходе для этого возьмем трезак трехтысячный и на мокренькую будем подглаживать это все я не хочу брать шкурки там полторашку 2000-2500 как бы тут толщина лака 0,1 и краски посмотрел по табличке толщин красок естественно лак там минимально где-то третью часть будет занимать от этой толщины так что лучше аккуратно несколько раз пройти трехтысячкой и потом полировать абразивом чем взять и на посетить вот он первый проход видно что глянет здесь снят эти места конечно плохо видно сейчас я включу вот так полосы видно те места где продрано конечно придется тут постараться самое главное чтобы не прошлифоваться подгладить я в данном случае просто померил толщиномером толщину чтобы говорится контролируемо снимать молочок поскольку так на глаз не увидишь сколько ты снял хотя бы приблизительно можно ориентироваться чтобы не прошлифоваться на этой поверхности где не шкуреная показывала 0,12 а тут показывает 0,10 плохо плохо видно на экране потому что засвечивает так 0,10 здесь еще раз замеряем 0,10 здесь здесь как мы видим 0,12 то есть две сотки мы уже стерли ну ничего немножечко полегонечку конечно уже немножко выходит но тут как говорится чудес не будет но под убрать можно и с помощью такого нехитрого приборчика толщиномера можно смотреть чтобы не больше 0,1 стереть то есть чтобы одну десятку оставить иначе можно лак прополировать и потом начнутся проблемы 0,10 вот сбоку видно показывает конечно же это осталось следы вот видно еще разочек пройду уже как бы по максимуму можно сказать я выбрал вот эти полосы конечно их только получится под загладить чуть-чуть иначе можно прошлифоваться в данном случае принцип такой не навреди люблю я мензерновские полирольки они конечно глянет сдают очень хороший ну каждый как говорится кто к чему привык вот но в принципе вот здесь еще не полировано то что осталось а уже так конечно заметить трудноватенько будет сейчас я выключу под свет вот так смотрится неплохо продолжаем ну вот пришлось повернуться отсюда и весь бок чтоб все было ровно красиво и аккуратно прошелся первым вторым и третьим номером весь бок то есть вот по этой черте вот отсюда и вот так по конту по конту и от края до края результат получился довольно хорошим потому что если полировать вот так участками где именно царапины получаются как проплешины а так кант вот этот вот по конту как бы отбилось ну и смотрим за чего мы как говорится воевали конечно если приглянуться тут очень серьезно следы остались а так все нормально естественно там где вот сбито вот такие вещи вот где сбит лак или вообще вот он скол вот он скольчик краски вот он скол вот тут уже ничего не поделаешь а так здесь вот маленькие следы остались ну а в общем то вот мы смотрим на машину как раньше было это все было видно невраженным глазом сейчас этого не видно вот такая вот небольшая работа была сделана немножко машинку привели в порядок на радость хозяевам ну вот и все всем удачи пока пока ставьте лайки пишите комментарии задавайте вопросы по скрипту всем удачи вот меряем толщину показывает 0,15 но я не буду переворачивать это крыло делалось 0,24 ну и так далее вот кое-где показывает 0,14 но крылышко подкрашено а так показывает 0,10 0,10 0,9 0,18 0,9 здесь пришлось чуть подрезать 0,10 здесь чуть больше 0,8 вот так что Вот так можно аккуратненько, пользуясь вот таким довольно-таки недорогим приборчиком, нашим толщиномером. Меряет он, что мне нравится. Два знака после запятой, это как бы хорошая штука. Вот, всем рекомендую, особенно тем, кто начинает, поначалу пользоваться таким приборчиком, дабы не попасть на покраску. Лучше, как говорится, не доубрать какой-то косячок, чем прошлифоваться до базы там, а то и до грунта бывает. Товарищи, видел, не раз работу, смотрят, как я делаю и себе. Потом приходят, говорят, а что ж так получилось. Поэтому лучше не дошлифовать, не дополировать, чем, как говорится, попасть на покраску. Будьте аккуратны.